Истец Ирина Савушкина требует от обменного пункта стоимость 100-долларовой купюры, считая, что она была повреждена в обменном пункте. Ответчик, представитель банка, в иске отказывает на том основании, что испорченные купюры не принимаются. Значит, вы у нас, Ирина Викторовна, требуете компенсировать стоимость купюры. Да. А где купюра сама? У меня. У вас? Да. Купюра у вас, но вы требуете ее компенсировать. Да. Что же я должен сделать по вашему? Купюру отдать банку, а вам, значит, новую купюру, либо стоимость в рублях. Мне рубль выделен, да. Что произошло у вас с банком? Вы знаете, жизнь часто нам преподносит сюрпризы, к сожалению, не всегда они радостные. Со мной произошла крайне неприятная история. В обменном пункте мне надо было обменять 100 долларов. Я зашла в первый же попавшийся обменный пункт. Самый обычный, маленькое помещение с окошком и с лоточком. Я положила в лоточек купюру достоинством 100 долларов и паспорт. Девушка-кассир у меня взяла купюру с паспортом и решила проверить подлинность купюры, пропустить купюру через детектор. Вот есть такие детекторы, где купюра прокатывается, так вот пропускается через детектор и с другой стороны ее извлекает. Вот когда девушка пропустила мою купюру, произошло непредвиденное. Купюра вот с обратной стороны детектора не появилась. То есть она как-то каким-то образом застряла. То есть зашла, да, зашла, а выйти не вышло. Да, да, застряла. Девушка пыталась нажимать на какую-то кнопочку, как-то вот способствовать тому, чтобы все-таки деньги появились, но ничего не получалось. Тогда кассир пригласила свою напарницу и совместными усилиями пытались как-то вот они вместе извлечь деньги. И лишь только когда они взяли в руки отвертку и раскрутили детектор, они достали мою купюру. Одну или несколько? Одну, одну купюру, да. Это было бы интересно, открывать там сразу, посыпались купюры. Купюра была уже в жутком виде. Застрявшие. Да. Вот она была вот у меня надорвана вот так вот и свернута вот в такую гармошку. То есть это вот то, что вам выдали обратно, так? Да, да, да. Да, да, да. Я испугалась, разнервничалась. Девушка положила опять вот эту вот мою купюру. Можете передать, посмотреть через судебное приставо. Пожалуйста. Девушка положила купюру опять в лоточек, задвинула лоточек, сказала, извините, мы в таком виде деньги не принимаем. В таком виде мы не принимаем, мы в таком виде выдаем. Да, вероятно так. После этого, после этого, когда я пыталась возмутиться, девушка повесила такую табличку, технический перерыв, и тихо вышла, при этом опустив так жалюзь. И что же вы сделали? Вот. Я, слава богу, у меня был в кармане мобильный телефон, набрала номер милиции и пригласила милиционера. Так. Вот. Через некоторое время, когда милиционер появился в обменном пункте, я попросила, рассказала ему ситуацию, попросила составить протокол, чтобы был указан адрес обменного пункта, и описана вот эта вот ситуация неприятная. Угу. И милиция составила протокол? Да, составила протокол, и он у меня на руках. Есть, да? Так что да, я могу. Передавайте, пожалуйста, через судебное приставо. Ну, видите, как интересно, не растерялись вы? Сергей Станиславович, скажите, не хотите купюру поменять? Нет, купюру поменять мы не хотим. У нас есть строгие инструкции, которым мы следуем. У нас опытные кассиры, и за долгое время работы нашего обменного пункта нареканий со стороны клиентов не было. Наши специалисты, проработав, посмотрев, обнаружили кусок скотча внутри детектора. Видимо, он с купюры... Истин, скажите, у вас купюра была заклеена скотча? Да, у меня была купюра без скотча, вот. А откуда он там взялся в этом детекторе, извините, знаете, я этого не могу, может быть, он там все эти 10 лет как пользовался этим старым детектором. То есть вы утверждаете, что у вас купюра не была заклеена? Нет, нет, нет. Не с вашей купюры скотч попал в детектор. Так, а где у нас кассир, то можем мы пообщаться с ней? Да, пожалуйста. Приглашайте, пожалуйста, свидетеля, пристав. Свидетеля-ответчика, пройдите. Пройдите, пожалуйста, встаньте рядом с ответчиком и представьтесь. Я Ревень Оксана Федоровна. Оксана Федоровна, вас пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Вот здесь истец заявляет о том, что она сдала вам на обмен вот эту 100-долларовую купюру. Да, совершенно верно. Что же с ней произошло, расскажите нам. Я эту купюру засунула для проверки в детектор. Но детектор ее сначала выплюнул. Потом я повторила свои попытки и засунула ее второй раз. На этот раз детектор съел эту купюру. Что значит съел? Хороший детектор. Принял или совсем? Он ее принял и обратно не выпустил. Не выпустил. При разборке детектора я со своей сотрудницей, со служивицей, обнаружила в детекторе маленький кусочек скотча. Я считаю, что этим скотчем была заклеена купюра. Ваша честь, мне никто этот кусочек не показывал скотча. А где кусочек скотча? Вы хоть бы его как-то приклеили сюда. Ничего нет. Написано, что кусочек скотча обнаружен. А где он обнаружен? Куда он делся? Ну там достаточно подписи. Да верим, верю вам, что кусочек скотча вы там нашли. Как он туда попал вопрос? Не можете объяснить, кассир? Я считаю, что этот кусочек скотча был на этой купюре. Значит, вот представитель, ваш начальник, я так понимаю, банк, сказал, что вы купюру все-таки отправили в детектор, потому что на вид вам показалось, что она вполне нормальная. Оказалось, что она ненормальная. Да, Ваша честь, она сначала была нормальная, и я считала, что она действительная. Но раз детектор ее заживал, то, следовательно, она оказалась плохой. Плохой оказалась. Суд Даля есть для постановления решения. Ну что ж, пришлось нам заняться расследованием в этом деле, потому что всему виной, я так понимаю, кусочек скотча. Откуда он появился в этом детекторе? Куда он делся? Кто его приклеил, на какую купюру, осталось неизвестным. Поэтому давайте рассуждать. Сейчас я буду рассуждать, а потом вы поймете, в чем суть моего решения. Значит, если человек приходит в банк, чтобы обменять валюту, совершить операцию, значит, сдает купюру кассиру. Кассир, который работает пять лет в этой должности, сталкивается каждый день с десятками таких обращений, на вид оценивает эту купюру. У него есть соответствующий прибор. Это увеличительное стекло, там, ультрафиолетовый фонарик такой специальный. И если, посмотрев на купюру, он убеждается, что она похожа на действительную, потом уже прибегает к техническим способам определения ее подлинности. Таким способом относится, в том числе, тот самый детектор, который мы тоже здесь в суде не увидели. Наверное, его разобрали и выбросили. Так вот, вы, свидетель, кассир, сказали, что на вид она была нормальной, эта купюра. То есть визуально вы оценили ее и посчитали возможным дальше пропустить ее через детектор. Если бы она была в таком виде, я думаю, что ни одного здравомыслящего человека, тем более у кассира с пятилетним опытом и стажем работы, не пришло бы в голову засунуть ее, как вы сказали, в детектор. Потому что она бы не прошла просто туда в таком виде. А вот то, что вы ее достали в таком виде, это точно совершенно. Это видно всем. Представитель банка, ответчик сказал, На вид кассир определил, что купюра нормальная. Я ничего от себя не добавляю. Я записывал ваши слова. Внешне она выглядела нормально. Так если человек с таким опытом не мог сразу увидеть вот эти разрывы, что же вы мне будете говорить, что она в таком виде была вам отдана? Поэтому суд принимает решение. Пристав, подойдите, пожалуйста, сюда. Отдайте купюру ответчику. Значит, вы купюру принимаете, уважаемые ответчики, и обязаны по курсу в течение трех дней ИСЦУ вернуть деньги. Сегодня 2800 рублей, извините. Значит, если по сегодняшнему курсу 2800 рублей в течение трех дней, вы должны ИСЦУ вернуть. А вот кто там разорвал, кто наклеивал скотч, это вы разбираетесь внутри. Проводите расследование, у вас камеры стоят, все увидите. Понятно решение? Все. Ваш иск удовлетворен полностью. Нашу секс-то. 2800 рублей в пользу ИСЦА. Сегодня я лишний раз убедилась в том, что любое дело надо доводить до конца. Я думаю, мы перейдем на новые банковские детекторы. И этими детекторами больше пользоваться не будем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА